Эдуард Брониславович Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Советские войска сумели освободить город от вражеской армии только 27 января 1944 года. Куйбышевцы помогали жителям блокадного Ленинграда продуктами, отправляли им теплую одежду и медикаменты. В 1942-м в запасную столицу начали эвакуировать детей. Более 5000 человек разместили в детдомах, общежитиях и у председателей исполкомов. Детей, которые испытали на себе все ужасы войны, выхаживали как своих. Эти события прекрасно помнит и Нина Федоровна Гусева. Она застала блокаду, будучи маленькой девочкой. Ей было всего 9 лет. Ехали мы, ну конечно, очень долго. Наверное, я не знаю, с месяца добирались мы вот так вот до Куйбышева. Ну и когда приехали в Куйбышево, вот тут и началась наша жизнь. В честь снятия блокады Ленинграда в Самаре прошли встречи с ветеранами и торжественная церемония возложения цветов к военному мемориалу в Парке Победы. Молодые люди, которые пришли пообщаться с живыми свидетелями тех времен, гордятся подвигом своих предков и обещают сохранить память о Великой Отечественной войне. Важно помнить о годах, которые прошли. И хорошо, что остались у нас еще люди, которые могут передать какие-то частицы того времени и могут донести их до нас. Сейчас ленинградцы, возможно, до сих пор еще кто-то жив, проживают здесь. Сейчас они могут почтить память своих родственников, товарищей, которые в то время, в тяжелое время, надо сказать, проживали с ними, переживали те же ощущения. Важно помнить это событие, чтобы оно больше не повторилось. В этот день все жители блокадного Ленинграда получили поздравления и подарки от городских властей губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Это ленточка, реплика муаровой ленты «Медали за оборону Ленинграда». Оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь. В этот день, 76 лет назад, Ленинград был освобожден из фашистского кольца. В честь этой даты на улицах Самары волонтеры раздавали ленточки. Это потому, что в первую очередь очень важно для молодежи. Я взял две ленточки, у меня дочь, она хоре поет. Тем более она вот едет в мае в Прагу, они с хором летят как раз именно на День Победы. У них военный спектакль очень хороший. Стоило бы напомнить о мире, о мирной жизни, насколько она важна. Потому что мы забываем, что мирная жизнь иногда стоит каких-то потерь, трудностей. И надо ее оценить. В этот день волонтеры раздали более 900 ленточек. Акция прошла в центре города и в Парке Победы. Ребята говорят, это еще один способ напомнить современникам о прошлом. Акция позволяет, опять же, напомнить жителям городского округа Самара о сегодняшнем дне, о знаковом дне в истории и о том, что все-таки нужно помнить тот подвиг жителей и защитников. Это важно, так как наши предки в те времена войны вели упорную деятельность. Ну, они старались, чтобы у нас было мирное небо над головой. Организаторы говорят, акция обязательно станет ежегодной. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Когда началась война, Галине Денисовой было пять лет. Женщина до сих пор не может без слез вспоминать о тяжелых временах. В помещении детского сада обустроили детский дом, в который ее и определили. Когда мать забрали на лесозаготовку, а отец ушел на фронт. Он дошел до Берлина, с гордостью вспоминает Галина Анатольевна. После войны семья воссоединилась в Ленинграде. Сейчас Галина Денисова живет в Кировском районе Самары. Но каждый год бывает в северной столице. И там бомбили, и наш дом сбомбили, и видели, как немцы летали. Они не по одному самолету, а прямо несколько. И как они бомбили, это все на глазах было. Вот даже салюты проходят у нас здесь, в Самаре, да, и меня вот так трясет. Свечи в память о снятии блокады Ленинграда зажглись на аллее трудовой славы. Здесь прошла памятная акция. Школьники со всего района встретились, чтобы вспомнить героев и почтить их память. Мне кажется, что такие акции важны участвовать, потому что люди будут помнить об этих днях, датах. И для меня это память все-таки о погибших и кто защищал страну. Триумфальная арка на аллее трудовой славы – один из самых молодых монументов в Самаре. Накануне празднования 70-летия Победы в 2014 году Дмитрий Азаров, который был в то время главой города, поддержала инициативу ветеранов отремонтировать знаковое место в Кировском районе и установить здесь арку. Парапеты для нее отлили специально в Споленске. Мемориал взвели меньше, чем за год. Это место значимое. Здесь собрана слава, то есть слава нашего города в годы Великой Отечественной войны, как все жители, даже у нас приходят читатели, которые работали на этих заводах в годы войны. И вот сейчас они могут на баннерах все это прочитать. Сейчас аллея трудовой славы – одно из любимых мест жителей Самары. В прошлом году были случаи, когда вандалы портили внешний вид монументов, рисуя на них граффити. Горожане уверены, что такое отношение к мемориалам недопустимо, особенно в год 75-летия Победы. И такие акции, как блокадная свеча, помогают воспитывать у молодого поколения бережное отношение к истории. Мэри Елчан, Константин Головин, События. Самарская школа номер 3 стала участником акции «Блокадный хлеб». Весь день здесь проводили уроки памяти для учащихся всех классов. Для старшеклассников подготовили презентацию, рассказали о военном быте и показали кадры советской хроники. Один из рассказчиков – ученик 10-го класса Руслан Толмачев. Вместе с учителями истории он подготовил материал всего за неделю. А вот рассказать его, сдержать эмоции, было невероятно трудно. Когда я рассказываю, лучше не думать об этом, потому что это очень трогает. И очень сложно говорить вообще, когда начинаешь думать о судьбах тысяч миллионов людей, у которых произошло такое горе. Для учеников младших классов подготовили мини-спектакль. Актеры от лица детей «Блокадного Ленинграда» рассказывали их воспоминания о тех днях. О том, как учились, как играли, как наряжались в одежду взрослых, пока их не было дома. И, конечно, о радости, когда на обеденном столе был хотя бы хлеб. Очень важна с детства нравственная прививка внутри. Когда ребенок точно, какую бы он информацию ни получал, с какими людьми он ни общался, он точно знает, что его родина – герой, что его народ – герой. И вот такие события, они вот эту нарастную прививку как раз и прививают ребенку на всю жизнь. В конце урока всем школьникам раздавали кусочки хлеба, которые были по размеру, как суточная норма для юных ленинградцев. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.